Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня блогер и писатель Юрий Сытник. Юрий, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Вадим, приветствую вашу аудиторию. Юрий, я предлагаю начать наш сегодняшний эфир с обсуждения того, что произошло в вашем родном городе во Львове. На бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион совершили покушение вечером 19 июля. На Политика напали возле ее дома на улице Масарика. Преступник выстрелил из пистолета в голову Фарион. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи сделали ей операцию, но Фарион скончалась. Как сказали врачи, сердце пациентки не выдержало. В таких случаях медицина бессильна. Фарион была ярким, заметным политиком. У нее была масса сторонников, масса оппонентов и очень много недоброжелателей. Скажите, пожалуйста, как лично вы относились к ней? Ну, я относился сдержанно. Мне импонировал ее гострий ум, острый язык. Она всегда находила, скажем так, свои аргументы, отставила последовательность в какую-то свою позицию. Хотя ее радикализм в некоторых вопросах, конечно, мне не импонировал. Я понимаю, что такие вещи как раз могут использовать не во благо. Мы лично были знакомы достаточно поверхностно, пересекались когда-то на эфирах, когда меня еще туда приглашали. В телевизионных эфирах так особо не общались. Но хочу сказать, что как бы там ни было, можно, может, нравится Фарион, не нравится там. Но сам факт убийства циничного почти в центре города среди белого дня, знаковой такой персоны, это свидетельствует о том, что у нас как бы, ну, это первая ласточка, мне кажется. Что подобное будет происходить и дальше, к сожалению. А что касается вот именно этого убийства, то я его отношу к такой категории, как символы и знаки. Есть такое определение. И вот именно сама Ирина Фарион, как очень яркий политик, она вызывала эмоции совершенно противоположные. Это своего рода маятник. То есть были люди, которые ей восторгались, которые за ней следовали, которые считали, что она бескомпромиссный воец за украинский язык. Это были те, которые относились к ней очень критически, обвиняли ее в том, что она расшатывает ситуацию, напоминали о ее коммунистическом прошлом, ну и так далее, и так далее. Поэтому это неспроста. И кто бы это ни сделал, даже если найдут, я сомневаюсь, что будут известны заказчики, то мне кажется все-таки, что эта акция, это убийство, оно было рассчитано именно на дестабилизацию ситуации в Украине. Это мое личное впечатление. А в плане Фарион, хайзбон спочивает, как у нас говорят. По состоянию на утро субботы Министерство внутренних дел Украины рассматривает две основные версии мотива для убийства Ирины Фарион. Это личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Не исключено, что убийство было заказным, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Написал он в своем телеграм-канале. Собрали оперативную информацию, которую проверяют. Рано выносить ее на публику. Правоохранители работают, полиция продолжает поиски нападавшего и пытаются установить его личность. Вы сказали о символах, вы сказали о знаках. А что символизирует, что означает убийство Ирины Фариона? Для Львов, скажем так, в общественном сознании, это какой-то такой центр, центр украинской позиции, скажем так. И Ирина Фариона символизировала крайнюю позицию, очень жесткую, касательно языка, касательно многих вопросов. И очень демонстративно, что политика, которая оставила такие взгляды, я сейчас не говорю, они правильные, неправильные, демонстративно такого политика расстреляли в центре города. Это как бы сигнал, что никто не в безопасности. Это сигнал о том, что мы до каждого можем добраться. Но кто реально за этим стоит, мне кажется, что мы никогда не узнаем. Я просто знаю из своего даже опыта. На меня было нападение разрешено после довольно жесткого разговора с нашим русским мэром. В подъезде двое человек напали. Первый удар в голову каким-то острым, твердым предметом. Он только удалось уклониться, сорвали только кожу, срезали за головы. И отбился от этих нападавших, не догнал, к сожалению. Но понятно, что никто особо и не искал. Вот так вот было это и было. Тут другая ситуация. Тут будут, конечно, искать, поскольку фигура знаковая с разных сторон. И экс-нардеп, и политик, и человек, который символизировал там очень много каких-то вещей, которые сейчас обсуждаются в ЗМИФе, в обществе. Будут искать, но, опять-таки, даже если найдут исполнителя, если он еще жив, то вряд ли мы узнаем, кто реально заказчик. Ну, где там, мне так она видится ситуация. Юрий, ну, давайте дождемся официальных выводов следствия. Конечно. А теперь я предлагаю поговорить о той истории, которая касается уже лично вас. И сразу же вам передаю слово. Да, тут днями меня внесли в список врагов народа. Список врагов народа, который публикует издание «Миротворец». В числе иллюстраций, которые были там поданы, как бы, доказательством моей какой-то деструктивной деятельности, расшатывания там ситуации и так дальше, были в том числе наши интервью, ну, фотографии с наших интервью. Вот, мои, скажем так, некоторые публикации в Фейсбуке, некоторые совершенно, как про меня, они ни о чем не свидетельствуют, то есть некоторые, возможно, достаточно резкие. Но дело в том, что это все мне напоминает 1937 год. Враги народа, преследования, воронки, вот четкие такие ассоциации. Я когда работал над книгой воспоминаний Романа Еремкевича, это человек, который очень сложной судьбы, его еще, скажем так, со школьной скамьи арестовали НКВД тогда, как бы за участие в юнацькие боевцы, как тогда было модно название, да. А, власне, вот это, собственно, вот эту боевку организовал как раз провокатор с НКВД. Забербованный человек. И вот, когда мы работали над этим воспоминаниями, очень много общались, то вот сейчас я вспоминаю, и вот мне кажется, вот этот душок такой, когда на людей ставили клеймо, вот ты враг народа, почему? Да никто особо не доказывал. Ты что ты, ты сомневаешься в линии партии, ты уже враг народа. Ты сомневаешься в том, что тебе рассказывают с телевизора, там, или с газет, ты уже враг народа. Вот где-то сейчас так получается, поскольку очень такая иезуитская миссия миротворца. С одной стороны, там достаточно одиозных людей, которые открыто выступают против Украины, как государства, и действительно раскачивают ситуацию. А с другой стороны, это очень хороший такой инструмент, поскольку когда тебя туда, как бы, да, 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 включили вот эту группу людей, так все, на тебя поставили клеймо, и ты тогда уже, получается, в глазах общественности, а у нас общественность, это минимум процента 80 людей, которые будут рефлексировать на средства массовой информации, в том числе на сайт миротворец, который не является никаким официальным органом, непонятно, кто за ним стоит, как бы написано на самом центре миротворья, что это группа людей, там, ученых, аналитиков, там, которые это создали. Кто эта группа? На основании чего человека публично клеймят? На основании, на каком праве вообще там публикуют личные данные? С телефоном, с адресом? Да, вот, вот это такое клеймо врат народа, которое сейчас вот нам пришло со сталинской эпохи, вот это у нас происходит в Украине, и мы здесь ничем не отличаемся от Российской Федерации с юными агентами, к сожалению. Уважаемый Юрий, вы воспринимаете это как клеймо, а вот молодые блогеры, наоборот, вот, хайпуют, воспринимают это как, скажем так, дополнительная реклама, дополнительная реклама. Это в политике, говорят, все, что не некролог, это реклама, да? Но я не политик, поэтому, конечно, когда твои родные, близкие, вот это видят, считают, я думаю, что им неприятно. А основания для того, чтобы делать такие утверждения, обвинения публичные, я считаю, что никаких нет, я по каждому своему, скажем, каждое свое высказывание ему объяснить. Но даже если оно может быть, скажем так, понято как-то неоднозначно, ну, я извиняюсь, мы говорим о демократическом государстве, когда ты можешь выражать какое-то свое мнение, а у нас получается совершенно другое. Кроме стандартных обвинений, там было написано, что вот сытник, блогер, который придерживается деструктивной, так называемой, теории заговора. И вот тоже, знаете, вот такое клеймо, поскольку даже несложно открыть в Википедии и посмотреть, что теории заговора существует там десятки. Те, которые даже упоминают Википедия. А если я говорю о новом мировом порядке, я это расцениваю как теорию заговора, ну, давайте обвините в этом господина Байдена, который говорит о новом мировом порядке. Если говорить о теории заговора, давайте обвинять Теодора Рузвельта, который говорил, что в политике ничего не происходит случайно. И даже Збинив Жизинский, который писал, что политика – это больше хаос, чем заговор. Вот он все-таки говорил, больше хаос, чем заговор. То есть заговор тоже присутствует. Что такое заговор? Это интересы каких-то групп, влияния, очень мощных групп влияния. Тех групп, которые имеют достаточно огромные ресурсы, которые преследуют свои цели. Вот и весь заговор, ничего личного, только бизнес. Поэтому, когда я пытаюсь разобраться в этих процессах, которые происходят у нас в обществе, которые происходят в мире, и предполагать, что это не все случайно, а подтверждение этому очень много. Это моя просто позиция, это мое мнение. В чем здесь деструктив, в чем здесь обвинение, препятствия, там чуть ли не работы вооруженных сил Украины, дискредитации и так дальше. Да нет, дискредитуют как раз вот такие миротворцы, дискредитуют коррупционеры, дискредитуют власть, которая допускает вот все то, что происходит. В том числе вот существование вот таких ресурсов. Я напомню, что в 21-м году, не так давно, европейский парламент говорил о том, что четко указывал на то, что сайт миротворец надо закрыть, прекратить его деятельность, поскольку это совершенно не соответствует европейским ценностям. Вот прошло три года, у нас война. А что делает сайт миротворец? Он берет людей, которые не угодны системе или кому-то, опять-таки, почему это не сделать за деньги, да? И вот этого человека макают. Вот вы смотрите, кто там в этом списке. Ага, вот такие. А, и этот такой, значит, он такой же самый. Вот такой механизм, как бы, который, еще раз повторюсь, он очень напоминает и на агента в России, когда тебе поставили клеймо-то, и на агента, и что бы ты ни говорил, буду смотреть на тебя, как на врага народа. Здесь вот мы похожи. Ну, по поводу деструктивной, так называемой, теории заговора, ну, а, возможно, вы являетесь не сторонником деструктивной, а именно достаточно конструктивной. Ну, знаете, тут теорию заговора, под это можно подтягивать что угодно. Ну, вот если я говорю о том, что у нас, они навели скрин с публикацией о том, что у нас бронетмобилизации получили грантаеды, или, как их называют, саросята, я считаю, что это в корне неправильно. Что это за люди? Какова их конструктивная деятельность в интересах государства Украины? Они отрабатывают чьи-то деньги. Это те же иноагенты, да? Вот. Но это мое отношение к этим людям. Поскольку я не вижу, я вижу даже на примере города Львова те организации, которые работают там на грантах, да, которые говорят о том, что вот мы что-то делаем во Львове, а ничего они хорошего не делают. Они молчат о том, что город просто сейчас деградирует, и то, что происходит в городе, я очень много там говорю, пишу. Они об этом молчат. Хотя должны были бы сказать, что, ребята, это не Европа, в Европе так не происходит, в Европе совершенно по-другому. Но они молчат. Какая цель тогда их деятельности? Вот тогда вопрос. Поскольку я считаю, что нет у нас в мире друзей. Для нас Америка друг, непонятно, какая Америка. Для нас Байден друг, а Трамп враг, а сейчас был разговор Трампа с Зеленским, они пытаются найти какой-то диалог, а возможно не такой же враг. А дело в том, что нет у врагов друзей, есть интересы. Есть политические интересы. Юрий, мы обязательно с вами поговорим о состоявшемся телефонном разговоре Зеленского и Трампа. Давайте обо всем по порядку. Обсудим то, что происходит, потому что очень много тем, много событий произошло. Начнем с анализа, обсуждения, интервью президента Украины Владимира Зеленского для BBC, которому он допустил, что все территории по итогам войны вернуть силы не удастся. Британский журналист спросил у Зеленского, чем закончится эта война и как скоро она может закончиться. Вам нужно вернуть Украину в границы, которые у вас были до 2014 года, чтобы убедиться, что это основа мира. Зеленский ответил, это будет зависеть от партнеров, которые окажут давление на Россию, чтобы Россия согласилась сесть и подумать о прекращении войны. Это не значит, что все территории отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь. Мы помним, как предыдущий президент говорил о политико-дипломатическом способе урегулирования ситуации. Сила дипломатии, говорит Зеленский. В чем ее сила и как тут дипломатия может помочь, на ваш взгляд? Ну, если говорить о дипломатии, так мне кажется, очень много сделано именно сейчас для того, чтобы дипломатия не работала. Ну, я напомню о том, что есть решение Рады нацбеспеки, еще при Данилове, да, которые вообще отбрасывают любые переговоры с Российской Федерацией. Как бы это документ. До последнего времени никто даже не говорил о переговорах, но потом появились месседжи уже, что да, может, надо как-то договариваться. Но если мы посмотрим на риторику политиков, наших политиков и политиков Российской Федерации, с которой у нас де-факто война. Так вот, она не подразумевает точек соприкосновения к дипломатии. Я еще раз напомню, что очень четко господин Путин заявил о том, что в Российской Федерации включены области в ее территориальных как бы границах, которые в границах территориальных границах Украины, те области, которые Россия считает своими, и они уже как бы это приняли. Никогда Украина от этого не откажется, поскольку никакой справедливости и вот эти все заявления о референдумах, это полная ерунда. Я понимаю, что очень много людей, конечно, приходили, голосовали, и они там искренне считали, что им будет в России лучше. Ну, это все работа пропаганды, умелая работа, это все понятно. Но вот это голосование, проведение референдума, они не имеют вообще ничего общего с международным правом. Ничего общего. И, конечно, что никакая украинская власть, какая бы ни была, она не может признать эти территории российскими. Соответственно, Россия тоже четко сказала, мы это не признаем. Где здесь точки соприкосновения дипломатии? Вся дипломатия здесь сводится к одному, к обоснованию прекращения боевых действий, активных боевых действий, то есть заморозки конфликта. Горячая фаза войны может закончиться до конца года, говорит Зеленский. Ну, это и есть заморозка конфликта, поскольку никакие дипломатические и политические решения компромиссные, они не могут быть приняты. Их просто не существует сейчас, даже намеков нет. Я говорю, полностью есть пока сейчас диаметральные, противоположные позиции сторон. Поэтому сейчас ищут какие-то обоснования, как вариант. Но говорит ли я об этом в каком-то прочном мире, гарантиях? Да нет. Это будет, скорее всего, что-то, если удастся все-таки прекратить активные вооруженные действия, это будет та же граница разранищение, да, которая была до полномасштабного вторжения, только уже немного другой конфигурации. Вот. И в любом случае эта ситуация когда-то каким-то образом разрешится, но каким, сейчас я даже не берусь как бы предсказывать. Белый дом допустил, что Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть свою позицию о допустимости нанесения вооруженными силами Украины удара вглубь России, но пока этого не произошло. Сразу же уточнили в Белом доме. Да, и Британия вроде как бы согласилась, потом оказалось, что не было такого согласия на использование вооружения для поражения целей в глубине, как бы в глубине России. Вот. Но это тоже все очень как бы вписывается в теории заговора, в теории какого-то договорняка, поскольку ну есть война, да, есть точки, с которых наносятся удары по территории Украины. А вот наносить удары по этих точках нельзя, поскольку тех, кто дали вооружение, вред не нет. Так вот так нельзя, мы пока запрещаем. Но если мы вспомним о том, как относились вообще к... к действиям украинских военных, наши партнеры вначале, сейчас мы видим уже, скажем, храниться вот этого можно и нельзя, они очень сильно расширены. И мы видим, что это все происходит. Но опять-таки, вот по Белогруду можно, а вот дальше где-то там уже как бы это нельзя. Беспилотниками можно, а вот ракеты... Но сказано же было, сказано, Москву и Кремль не трогать. Вот такие у нас какие-то ситуации, которые не... Они не вписываются в критерии какого-то здравого разума. Это опять-таки политические игры, за которыми стоят интересы. Пускай меня опять обвиняют в конспирологии, но слишком много этому доказательств. Ну, последнее доказательство о том, что, оказывается, на третьем году войны как бы прекратили поставку нефти в Венгрию, в Словакию, да? Вот сейчас, да? Но прекратили поставку нефти, как говорят некоторые, Лукойла. А вот транснефть и там еще какая-то Роснефть, транснефть, что они как бы дальше поставляют. Тоже непонятно, да? Но если у нас война, то же касается и газопровода. Я понимаю, что у нас партнеры в Европе. Но как-то все, согласитесь, странно. Это же, наверное, не просто так поставляют. Наверное, поставляют за деньги, кто-то это проплачивает. Это как получается? Россия финансирует украинскую армию, а Украина российскую армию, если идут взаиморасчеты, взаимовыгодные по поставке нефти и газа. Согласитесь, что это тоже как бы не вписывается в такие шаблоны войны. Это что-то другое. Понимаешь, что гибридная война? Она сложная. И где здесь правда, где здесь ложь, очень сложно разобраться. Но есть факты, которые свидетельствуют о том, что договорняк какой-то, грубо говоря, да? То есть договоренности закулисные, они имеют места быть, и мы о них постоянно получаем подтверждение того, что существуют такие договоренности. По поводу различной коммуникации, давайте обсудим состоявшийся телефонный разговор Зеленского и Трампа. Известно, что договорились обсудить на личной встрече при живом Байдене. Какие шаги могут сделать мир справедливым и по-настоящему прочным? И Трамп в очередной раз заявил, что если станет следующим президентом США, он положит конец войне в Украине. Как вы думаете, кто выступил в роли инициатора этого телефонного звонка? Ну, тут сложно сказать. Я только напомню, что появилась информация, конечно, я не знаю, насколько она достоверная, о том, что украинские олигархи, Коломойский, Боголюбов, Живаго, что они внесли в выборщий фонд Трампа 8 миллионов долларов. Правда, это сложно, да? Но понятно, что дипломатические какие-то каналы существуют, каналы каких-то связей политических, экономических, экономических, поэтому инициатор может быть любая сторона. Ну, конечно, не непосредственно Трамп или непосредственно Зеленский, скорее всего, это ведут через череду посредников. Но, как вы хорошо сказали, Дим, при Живонте Байдене, который опять-таки заявляет, там разные заявления, но вчера, по-моему, опять-таки представитель штаба Байдена сказал, что нет, он никуда не собирается сниматься, он собирается дальше бороться. И он уже там выздоровел, еще как бы после ковида ему еще лучше, чем до ковида. Ну, вот какие-то такие странные вещи. Конечно, что будут переговоры. Если мы посмотрим на информационное пространство, там Байдена уже как бы вытеснили, вот, и все уже начинают, ну, складывается такое впечатление, скажем так, что к Трампу уже обращается почти как президент. А вот тут еще далеко не все ясно, еще непонятно, чем все закончится. Ну, то, что покушение на Трампа, и я понимаю, там различные конспирологические версии о том, что это инсценировка и так дальше, но то, что я просмотрел, слишком сложная инсценировка, когда... Не похоже на инсценировку, да? Да, тут один сантиметр, и не ухо, а висок, и все. И какая тут инсценировка. Давайте, Юрий, проанализируем то, что предшествовало этому телефонному разговору, а именно встреча Дональда Трампа и Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, визит Зеленского в Великобританию и его переговоры с королем Карлом Третьим. Бытует мнение, и аналитики об этом говорят, что, возможно, или Борис Джонсон, или даже его величество Карл Третий и являются теми, кто, возможно, и помог в организации этого телефонного звонка, в организации этой коммуникации между Зеленским и Трампом. Вполне возможно. То дело в том, что, если мы говорим о каких-то центрах, геополитических центрах силы, в контексте государств, не кланов, не группировок, а государств, но так Британия – это один из таких центров. Соединенные Штаты Америки, Китай, даже Россия, поскольку идеология Китая, она непонятна и не очень приемлема. А вот идеология Китая, она вписывается очень хорошо в концепцию так называемого русского мира. Ну, это другое, да, скажем так. Вот эти геополитические центры силы, конечно, что они принимают очень активное участие во всех событиях, которые происходят в мире. Особенно в тех, которые вызывают общественные резонансы, которые используются в политических целях. Поэтому тут ничего удивительного, если сейчас происходят вот эти все закулисные, скажем так, торги закулисные, опять скажу, повторяюсь, да, и повторяюсь, поскольку они точно происходят. А вот сказать, куда они ведут и какой будет результат, ну, нам, с моей точки зрения, это очень самонареет. Переговоры, переговоры происходят. Буквально за один месяц, за четыре недели, дважды между собой общались с Белоусом и Остин. Да. Эта информация не под грифом совершенно секретно. Да, публичная информация. До саммита НАТО и после саммита НАТО между собой министр обороны Соединенных Штатов Америки и министр обороны России. Ну, мы видим сейчас очень много таких активностей. Это уже продолжается, скажем так, активность, это, можно сказать, в таком режиме очень тесных контактов, переговоров, она уже продолжается с весны этого года. Она всегда была, но сейчас очень активна. И вот последний там этот ваяж Орбана, а потом встреча с Трампом, заявление Орбана, то есть, как бы, объяснение своей миссии Еврокомиссии, на котором там он написал, что нам надо там договариваться с Китаем, Китай может там повлиять на мир в Украине. Вчера начался визит гостя Петря Ватикана в Украину. Наш русский мэр выставил там фоточку с ним. Вот. Вот, как бы, тоже знаковое такое, поскольку влияние Ватикана, мы сейчас отбросим опять конспирологические версии, да, но оно очевидно хотя бы тем, что больше миллиарда христиан в мире. И, конечно, они будут прислушиваться к мнению, к мнению Папы, там, что бы там ни говорили, о том, что разведка Ватикана и политическое влияние Ватикана, они очень мощные, об этом, как бы, говорят не конспирологи, а вполне серьезные аналитики. Вот. И таких примеров, вот этих контактов очень много. Вот их неинтенсивность, свидетельствия, с моей точки зрения, о том, что идут переговоры. Наверное, нет еще определенной договоренности. Или они уже какие-то есть, но их сейчас думают, как оформить, как их преподнести людям, чтобы они, как бы, чтобы были интересы всех сторон соблюдены. И вот именно то, что мы говорили, и о том, о чем я говорил, что касается Украины, России, вот тут, к сожалению, дипломатических точек соприкосновения нет. Опять-таки, через вот эти территориальные претензии. Юрий, мы сейчас наблюдаем. Дональд Трамп по итогам разговора с Зеленским написал, что обе стороны смогут договориться о сделке. Я ценю президента Зеленского за обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир и положу конец войне, которая стоила стольких жизней. Обе стороны смогут собраться вместе, договориться о сделке, которая положит конец насилию и положит путь к процветанию. В свою очередь, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон написал также, что Трамп имеет силу, чтобы завершить российско-украинскую войну на правильных для Украины и Запада условиях. Я считаю, что Трамп понимает реальность. Поражение Украины станет огромным поражением для Америки. Украинцы показали, что они могут победить и победят. Комментировать Джонсона не очень хочется, поскольку у меня к нему достаточно прохладные отношения. И его заявление, то есть его, скажем, политическая активность, она мне напоминает... Вы не сторонник того, чтобы его честь называли украинские улицы, да? Конечно. Я не сторонник, поскольку это его, скажем, визит в Украину, о котором, кстати, кто сказал? Дэвид Арахами, что это ж Борис Джонсон был инициатором прекращения переговоров. А если мы посмотрим на реалии, те, которые были тогда и сейчас, и вспомним, сколько разрушений, сколько убитых людей за это время, по-моему, тут не за что хвалить Джонсона и восторгаться им. А его сейчас как бы встреча с Трампом, а Трамп, который говорит о прекращении войны, ну, в интересах Украины, смотря, как мы эти интересы, кто эти интересы нарисует, в чем интересы? В том, что украинцы прекратят погибать, в том, что прекратят разрушать инфраструктуру, энергетические объекты. В чем будет эта победа? То есть можно любую вещь преподнести как победу. И, возможно, сейчас над этим работают. В политике как преподнести заморозку конфликта как победу. Другого варианта я сейчас не вижу. Если мы говорим о сценарии поражения России, да, я опять-таки повторюсь, хотя очень много на это агрессивно реагируют, комментаторы, о том, что, да, Россию будет разваливать изнутри, эти процессы происходят, и об этом говорю даже не я, а господин Быстрикин. Это касательно проблем с мигрантами, росте числа преступлений среди мигрантов, которые в России, и так дальше. Такая политическая, геополитическая борьба. И как нам что преподнесут, это зависит от тех договоренностей закулисных, которые сейчас происходят в процессе. Дальнейший ход войны спрогнозировать трудно, но пока вооруженные силы Украины демонстрируют прекрасную стратегию, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Один из вызовов, которые мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, говорит Каволи, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, которая полна непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас. Он считает, что дальнейший ход войны будет зависеть от способности накапливать качественную силу, быстрее воспользоваться этим, пока есть окно возможностей. Я понимаю, что с точки зрения эмоциональной составляющей, можно сказать, подождите, к рынке, урожайная, а вооруженные силы Украины демонстрируют прекрасную стратегию, реализуют. Господин Каволи, это вы о чем? Знаете, тут сложно мне говорить о какой-то стратегии. Я, как человек, который много лет работал в бизнесе и занимался какими-то проектами большими, да, у меня свое к этому отношение. Я понимаю, что стратегия должна соответствовать какой-то цели, которую хотят достигнуть. А у нас цели, к сожалению, нет. По крайней мере, они нам неизвестны. Вот то, что мы называем, повторюсь, выход на границе 91-го года, это, конечно, не может быть целью, поскольку это не прекращение войны, это какой-то там, скажем, этап, победный этап в этой войне. Но насколько он реальный, пока не вижу такого. То, что много людей героически сегодня воюют, среди них мои знакомые, друзья, друзья моих друзей, которые там сейчас каждый день рискуют своей жизнью в этом Аде, да, этот героизм, он присутствует. И что бы там ни говорили, опять-таки, не Украина вторгалась в Россию, и не Украина начала вот эти все процессы, аннексии Крыма, и расшатывания ситуации на Донбассе, именно Россия, поэтому, когда говорят, что вот вы не видите там салинку чужом в Азии, а брюна в своем, я все прекрасно вижу, и понимаю все эти процессы, которые происходили. Не о всех можно говорить публично, поскольку можно нарваться на какие-то очередные обвинения в чем-то, вот, но это не умаляет никаким образом героизм тех людей, которые воюют. А то, что их используют в политических целях, да, к сожалению, да, я просто вижу, где превалирует не стратегия военная, а политическая. И военные, кстати, об этом тоже много говорят, кто публично, кто нет, но такие разговоры ведутся, и такое мнение тоже есть. Уважаемый Юрий, давайте также с вами обсудим те решения, которые уже приняты властью, и которые могут быть приняты в разгар войны в самое ближайшее время. Правительство готовит большой пакет увеличения налогов, что должно принести бюджету дополнительно 140 миллиардов гривен, среди прочего предлагается повысить ставку военного сбора с полутора процента до пяти, вести военный сбор для юрлиц, один процент дохода от любой деятельности, 15 процента военного сбора от стоимости покупки автомобиля за границей. В министерстве финансов говорят, что готовится наиболее мягкий вариант. Идем далее. Рада увеличила акциз на топливо и автогаз. И это происходит в то время, когда люди активно используют генераторы. Парламент принял законопроект в первом чтении, который смягчает наказание за коррупцию. И почти вдвое правительство подняло зарплаты налоговикам. И это все буквально за несколько дней. Жить станет лучше, жить станет еще и веселее. Да, к сожалению, это отобразится в первую очередь на простых людях, поскольку вот эти все экономические попытки наполнить бюджет, я бы не сказал, что они экономические, экономические обоснованы. Не с этого надо начинать. Надо начинать с того, что у нас нету реальной борьбы с коррупцией. Она вроде как бы есть, но назовите мне там громкие посадки коррупционеров, назовите мне какие-то реальные санкции к тем, которые четко уже понятно, что они замазаны, грубо говоря, вот этих всех коррупционных схемах. А вот этого никто не решает. У нас там куча антикоррупционных органов, которые посоздавали, которые стали инструментом влияния каких-то групп одних, других. А реально опять-таки предлагается наполнить казну за счет честного бизнеса, за счет людей, на которых это все отобразится, поскольку это... Ну, свежий кейс, депутат Задорожний. Что вы имеете в виду? Ну, который якобы там требовал несколько миллионов гривен представителя фракции Слуга Народа. А, нет, так этих тут, честно говоря, уже устал как бы отслеживать эти все вещи, поскольку почти каждый день, что публично, что не публично, что на слуху. Опять-таки, давайте вспомним скандал с львовским бизнесменом, который там коррупция, Минобороны, а где вот эти чиновники с Минобороны, которые подписывали эти все документы? Обвинение о том, что там что-то непонятно было с строительством защитных сооружений, а где какие-то выводы? А чем занимался господин Мустафан Аем, который там сказал, что ему не давали работать, а давали ему работать, не давали работать? И тут вопросов слишком много, но увы, у нас, я повторюсь, и пускай это не нравится кому-то, качество власти, качество управленцев у нас такое, что мне просто волосы дыбом иногда поднимаются, когда я читаю или слышу или знаю о каких-то фактах, как действует наша власть, как работает у нас различные ветви власти местного самоуправления, то, что во Львове творится, я же это все прекрасно понимаю. Вот поэтому, когда вот это все вместе сложить, мы увидим какую-то систему, и вот в этой системе ничего лучшего не нашли, как опять-таки сделать какие-то экономические шаги, реформы или изменения, которые в результате приведут к обнищанию большинства украинцев. Как пережить аномальную жару, мы уже практические советы получили пруд, колодец и что-то еще. Ну, мы еще получим советы, как пережить холодную зиму. Уже советы такие звучат. Ищите домик в селе где-то, да? Вот. Рятуйся, кто может. То есть спасение утопающих и делай рук самих утопающих. Где-то все рекомендации к этому сводятся. Но я даже смотрю вот инициатива на местном уровне, что на местном, что на государственном. А непонятно. Вот нету четкого алгоритма, когда бы сказали, ребята, вот у нас есть угроза такой ситуации. И вам надо сделать А, Б, В, не знаю. Те, которые этого не смогут сделать, вот давайте мы как-то поможем, давайте мы как-то организуем. А вот нету, все говорят опять последний сколько. Потому что это в разрезе вопроса о роли государства. Ну, государство, если мы посмотрим на определение, это в том числе те институции, которые принимают решения государства. Это парламент, это Кабмин, это министерство. А вот как они работают? По-моему, работают плохо, поскольку нету четкого понимания. Я опять-таки понимаю, что не все можно говорить. И понимаю, что мы не знаем, каковы еще будут прилеты там по нашей энергетической структуре, по инфраструктурных объектах. Мы этого не можем знать, предугадать. Но более-менее спрогнозировать, конечно, можно. Спрогнозировать сценарии и варианты, и сказать людям, к чему вы можете готовиться, какой наихудший сценарий, и что при наихудшем сценарии вы должны делать. И что мы делаем у государства, если этот сценарий все-таки произойдет, что мы делаем для того, чтобы вы просто банально выжили. Пока об этом никто не сказал. Сейчас завряд будет зимой свет 4 часа или 6 часов разные прогнозы, или вообще его не будет неделями. Или прогнозы, или пугалки, зимой узнаем. Да, это тоже вариант. Как мне один человек сказал, да я сейчас уже даже не знаю, верить или не верить вот этим всем заявлениям. опять партию генераторов электростанций сейчас попугают, попугают, пока все не распродадут. А потом все вернется на круиз своя, как мы это уже проходили, да, помните, предыдущие, когда вдруг отключали, включали, потом раз появилась электроэнергия, все уже не отключали. А что изменилось? А ничего не изменилось, откуда-то она появилась. Вот, поэтому тут, когда нету какого-то четкого понимания, а информация просто вот пугалки там или прогнозы каких-то альтернативных или просто вариантов решения проблемы, ну, это, конечно, людей дестабилизирует очень сильно. Сейчас жара, люди страдают от жары, но каждый думает, ну, хорошо, жара, как-то мы водой побливаемся, да, в теньку полежим, а вот зимой куда деваться. Но это не способствует, конечно, какому-то положительному настроению общества на фоне всего остального. Дорогие друзья, блогер и писатель Юрий Сытник был сегодня вместе с нами на Политеке. Юрий, спасибо вам за содержательный, честный и откровенный разговор. Благодарю наших зрителей за внимание, не подписаны на Политеку. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео и самое главное, берегите себя. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok